Так, уважаемые коллеги, добрый день! Рад вас всех видеть, слышать. Надеюсь, и вы меня видите и слышите. Подключаются вот сейчас, подключаются, буду подключать еще. Значит, тема, которую мы сегодня с вами будем рассматривать, это специальный счет на проведение капитального ремонта на квартирных домах. Почему мы решили опять вернуться к нему в этой теме? Значит, скажу сразу, что очень много обращений сейчас отдет от жителей по поводу того, как открыть спецсчет, где его открыть, кто может его открыть. Открыть спецсчет можно либо в фонде капитального ремонта, либо в управляющей компании. Вот сейчас у нас на связи будет и фонд капитального ремонта, да? Управляющей компании не будет, но фонд капитального ремонта, я надеюсь, скажет, каковы плюсы и минусы открытия спецсчета у них в фонде и в управляющей компании. Чем это отличается друг от друга? У нас на связи сегодня и представители государственной жилищной инспекции. Значит, вопрос, который связан с надзором за деятельностью этого специального счета. Что они проверяют, что они контролируют, какие отчеты должны представить представители, имеющие специальный счет, да? Обо всех этих вопросах расскажут представители государственной жилищной инспекции. Значит, сейчас я передаю слово модератору нашего сегодняшнего видеосеминара. Это Игорь Анатольевичу, заместителю моему по ЖКХ-контроль. И я скажу эксперту по энергоэффективному капитальному ремонту. Одному из экспертов у нас есть в Самарской области. Игорь Анатольевич, вам слово. Спасибо, Виктор Иванович. День добрый, уважаемые коллеги. Сегодня у нас достаточно живая тема, которой люди очень интересуются в последнее время. Очень много обращений поступает в наш адрес по данному вопросу. Есть какие-то додумки, совершенно несоответствующие действительности. Попытаемся сегодня это все дело раскрыть. Вообще, в целом, хочу сказать, у нас у жителей сейчас в последнее время немножко вернулось осознание того, что мы, вкладывая большие денежные средства в свои жилые помещения, в свои квартиры, не особо охотно уделяем внимание общему имуществу многоквартирного дома. А здесь напрямую общее имущество многоквартирного дома влияет на комфортность проживания, и в то же время это влияет на стоимость вашего адреса. Да, Наталья. Коллеги, выключите звук у всех в левом нижнем углу, чтобы не перебивать докладчиков в дальнейшем. Спасибо, коллеги. Так вот, не уделяли раньше внимания такой собственники, сейчас ситуация меняется. Так, я, наверное, сейчас, может быть, думаю, может быть, у всех отключить звук, но, в принципе, сейчас вроде бы тихо. И, прошу прощения, так вот, жители в последнее время стали более осознанно подходить к этому вопросу, стали понимать, что они могут сделать многое сами. Вот сегодня мы попытаемся разобраться, пытаемся сориентировать жителей, потому что идет это в записи и дальше будет популяризироваться, какой же все-таки способ накопления денежных средств по капитальному ремонту выбирать, как к этому подходить, а к этому подходить нужно осознанно. Каждый объект нужно смотреть индивидуально, про каждый свой дом посмотреть, сколько было, сколько сейчас уже накоплено денежных средств, были ли ранее ремонты уже осуществлены и так далее, и так далее. Мы, конечно, очень события, жители ждем капитального ремонта на своем доме порой достаточно долго, хотелось бы и побыстрее, но есть возможности, есть способы нам самим, жителям, участвовать в этом процессе. Как раз сегодняшняя наша тема говорит об открытии специального счета. Я хотел бы в дальнейшем сейчас передать слово Государственной жилищной инспекции Самарской области Александру Александровичу Хаванову, начальнику отдела как раз по контролю за спецсчетами. Александр Александрович, надеюсь, нам сейчас расскажет по поводу того, как ситуация идет у нас сейчас, ну и озвучит все те моменты, которые ранее сказал Виктор Иванович Часовский. Александр Александрович, прошу. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, тема сегодняшнего у нас встречи, это то, что я хотел бы вам сказать, это особенности формирования фонда капитального ремонта на специальном счете. Сейчас попробую показать вам презентацию. Видно все, Александр Александрович? Видно, я появилась? Да. Итак, особенности формирования фонда капитального ремонта на специальном счете. И прежде чем говорить о специальном счете, хотел бы обратить ваше внимание, что фонд капитального ремонта – это не только взносы собственников в помещении. Как показано на слайде, структура фонда капитального ремонта многогранна и может состоять из взносов на капитальный ремонт, пеней, средств финансовой поддержки, процентов, начисленных за пользование денежными средствами, доходов, полученных от размещения денежных средств, кредитных или заемных средств, а также доходов от сдачи в аренду общего имущества. Напомню, что существует всего два способа формирования фонда капитального ремонта. Это либо на счете регионального оператора, так называемый общий котел, либо на специальном счете. Так вот, жилищная инспекция ведет учет специальных счетов, открытых на имя управляющих компаний, товарищей собственников жилья, жилищных оперативов, а также самого регионального оператора. По состоянию на сегодняшний день, количество многоквартирных домов, в собственных помещениях, в которых выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, составляет 1720 единиц. Из 1518 домов, включенных в региональную программу капремонта. Но в настоящее время у нас были внесены изменения в директ-программу, и количество немножко увеличилось в самой программе домов, поэтому доля, может быть, стала чуть меньше. Но, тем не менее, с каждым годом наблюдаем увеличение доли специальных счетов. Это видно на слайду. При этом, каждый из перечисленных способов имеет свои как сильные, так и слабые стороны. Если подробнее хотел бы остановиться, на способе формирования фонда капремонта, но на специальном счете. Итак, особенностью данного способа является наличие возможности при остановке уплаты взносов с собственниками при условии достижения минимального размера фонда капитального ремонта, который должен быть равен 30% от оценочной совокупной стоимости всех работ, входящих в перечень минимально необходимых, то есть предусмотренных региональной программой капитального ремонта. Напомню, это ремонт крыши, инженерных систем подвольных помещений, лифта, фасады и фундамент. Необходимо иметь в виду, что для реализации данной возможности потребуются соответствующие решения общего собрания собственных помещений. Кроме того, приостановка уплаты взносов не распространяется на собственников, которые имеют задолженность по уплате таких взносов. Следующая особенность – это в случае открытия специального счета возможно проведение работы ранее сроков установленных региональной программой капитального ремонта. Но при этом существует важное требование, что при поэтапном проведении работы объем каждого этапа должен превышать 30% от ремонтированного имущества. Иначе такие работы считаются работами текущего характера и не подлежат финансированию за счет средств фонда капитального ремонта. Кроме того, перечень работ, выполнение которых финансируется за счет средств, сформированных исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, Включают в себя ремонт инженерных систем подвальных помещений, листок, крыши, фасады и фундаментов. Других нет работы. Только в случае принятия собственным помещением решения о восстановлении взноса на капитальный ремонт в размере превышающим минимальный, часть фонда капитального ремонта, формированный за счет данного превышения, может использоваться на финансирование любых работ по капитальному ремонту. В текущем году в жилищной инспекции выявлено нарушение данных требований и приняты меры по восполнению средств на специальном счете. Не хотелось бы, чтобы мы доходили до такой ситуации. Также собственники имеют право выбора подрядчика, которым может быть только индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. При этом в случае, если стоимость работы капитального ремонта превышает 3 миллиона рублей, то подрядчик должен обязательно являться членом саморегулированной организации в области капитального ремонта. В текущем году в жилищной инспекции также было выявлено нарушение данного требования и приняты меры к привлечению виновных лиц к административной ответственности. В настоящее время реализуется программа, как уже сказал Игорь Анатольевич, в рамках которой государственной корпорации фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства предоставляется финансовая поддержка на проведение энергоэффективного капитального ремонта. В случае необходимости получить консультацию по данному вопросу можно у экспертов. Реестр размещен на сайте реформы ВКХ, в том числе, там есть среди неконтакта Игоря Анатольевича Кассивова. Вместе с тем, рассматривание способов формирования фонда капитального ремонта на специальном счете предполагает необходимость высокой степени самоорганизации собственников, поскольку в случае реализации данного способа собственники самостоятельно как принимают решения, так и реализуют все решения о накоплении и расходов средств специального счета. Кроме того, собственникам необходимо быть готовыми к дополнительным расходам, которые связаны с подготовкой и доставкой платежных документов, учетом поступивших платежей, работе с должниками, подготовке и направлением ежеквартальной отчетности в жилищную инспекцию, введением строительного контроля. Также на владельца специального счета возложена обязанность по контролю за соответствием банка, в котором открыт специальный счет установленным требованиям. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает на своем сайте информацию о кредитных организациях, которые соответствуют таким требованиям. На сегодняшний день специальный счет можно открыть в следующих шести кредитных организациях на территории Самарской области. Это Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Банк Открытия и Россельхозбанк. В случае, если банк перестает отвечать установленным требованиям, необходимо перевести специальный счет в любой банк из такого реестра. В текущем году в жилищной инспекции также было выявлено нарушение данного требования и приняты меры к переводу средств из одного банка в другой. И одним из важнейших требований, которые предъявляются собственникам, формирующим вход капитального ремонта на специальном счете, является обязанность исполнения региональной программы капремонта. Это необходимо учитывать при выполнении работ и расходовании средств ранее сроков, утвержденных региональной программой. В случае невыстаточности средств на специальном счете, срок, установленный региональной программой, можно перенести на более поздний при наличии соответствующих решений общества ранее собственников и комиссии органов местного управления по установлению необходимости либо отсутствия необходимости проведения капитального ремонта. Такие комиссии созданы во всех муниципальных образованиях Самарской области. Собственники помещений в любое время вправе изменять способ формирования фонда капитального ремонта. Однако необходимо иметь в виду два важных момента, а именно, изменение способа невозможно в случае наличия задолженности собственника перед региональным оператором или подрядными организациями за выполненные работы по капитальному ремонту, а также наличие задолженности по кредиту или займу на проведение таких работ. В текущем году в жилищной инспекции было выявлено данное нарушение и приняты меры при остановке перехода дома из общего котла на специальный счет. И второй момент – это решение прекращения формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, то есть в общем котле, и формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, вступает в силу через один год после направления региональному оператору, соответствующего решению общего собрания собственников. Ранее указанный срок составлял 9 месяцев. Новый же срок распространяется на решение общего собрания, принятый с 1 ноября 2020 года. Итак, алгоритм действий собственников следующий. Первый – это принятие соответствующего решения на общего собрания собственников, которое должно быть принято более чем 50% голосов от общего числа голосов в собственных помещениях во всем доме, а не только участвующих в собрании. В текущем году в жилищной инспекции выявлено нарушение данного требования, принятые меры к признанию такого решения недействительным в судебном порядке. Поэтому обращаю еще раз на форум собрания. Его нужно соблюсти. Шаг второй – направление такого решения оригинальному оператору или владельцу специального счета в зависимости от того, где в настоящее время формируется фонд капитального ремонта. И далее уже реализуются механизмы изменения способов формирования путем взаимодействия оригинального оператора, владельца специального счета и государственных жилищных инспекций в Самарской области. Цель – перевода средств, находленных собственниками и учета выбранного способа формирования фонда капитального ремонта. При этом напомню, владелец специального счета в течение пяти рабочих дней с момента открытия специального счета обязан представить уведомление о формировании в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на спецсчете, копию протокола общего собрания собственников, список собственников помещений в многоквартирном доме и справку банка об открытии специального счета. Форма уведомления утверждена постановлением правительства Самарской области от 12 декабря 2013 года номер 759. Вместе с тем, законодательно предусмотрено принудительное изменение способа формирования фонда капитального ремонта со специального счета на общий котловой в двух случаях. Первый – это если задолженность собственников по оплате взносов на специальный счет превысит 50% от начисленных фондов. В целях обеспечения контроля установлена обязанность по предоставлению владельцами специальных счетов отчетность к жилищным инспекциям. В текущем году по инициативе Государственной жилищной инспекции Самарской области периодичность такой отчетности была изменена с месячной на квартальную. В связи с этим инспекция строго контролирует сведение данного требования. Так, в текший период 2020 года инспекции возбуждено 294 дела административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статья 19.7 КОАП. Для сравнения, в 2012 году было возбуждено за весь год 297 таких дел. Информация о злостных нарушителях также направляется в прокуратуру Самарской области для принятия мер прокурорского реагирования. И второй случай, это когда, если работы не выполнены в срок, предусмотрена региональная программа капитального ремонта. При этом обязательно наличие решений комиссии органов местного управления, подтверждающего необходимость проведения какого-либо вида работ, предусмотренного для этого на декларфирного дома региональной программы капитального ремонта. Указанные меры возведены в целях обеспечения успешной реализации региональной программы капитального ремонта. В целом все, подытожу. Итак, решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете считается реализованным при условии открытия специального счета и предоставления владельцам специального счета в жилищном инспекте документов, предусмотренным в действующем жилищном законодательстве. Спасибо за внимание, готов ответить на вопрос. Александр Александрович, спасибо тебе огромное. Давай тогда убирай сейчас презентацию пока. Хотел бы один момент сказать. Я вижу, что контроль сейчас за спецсчетами усиливается. Контроль вообще за денежными средствами, за всеми денежными потоками он находится на контроле. Здесь не нужно придумывать какие-то новые истории. Четко денежные средства, хранящиеся на капитальном, направленные на капитальный ремонт, должны быть направлены только на те виды работ, которые предусмотрены капитального характера. Александр Александрович сказал об этих работах. И также и в программе в постановлении правительства, в которой сейчас вносятся изменения, постановление правительства номер 18 об энергоэффективных мероприятиях. Здесь в данном случае именно так. Так вот, еще хотел добавить одно. Много вопросов у жителей возникает. И большая путаница в головах в плане того, что нужно сбор, чтобы был порядок, ну вот одни из нескольких сбор, 97 процентов и так далее, и так далее. Вот я услышал сейчас от Александра Александровича, что подобное должно быть раз и два. Не должны быть в минусе задолженности, не должно быть заранее произведенной работы по капитальному ремонту. И надлежащим образом нужно провести процедуру открытия специального счета и уведомить надзорный орган о проведенных мероприятиях. Александр Александрович, прав ли я? Что-то еще, может быть, я здесь упустил? Да нет, все так. Единственное, я дополню свое выступление о том, что в настоящее время еще в жилищной инспекции рассматривается вопрос, точнее, мы уже подготовили письмо с Министерства энергетики с предложением все-таки вернуть в закон о системе капитального ремонта работы по установке узлов регулирования ресурсов, которые были исключены из дополнительного перечня работ, который входил в минимальный размер взнос на капитальный ремонт. С чем это связано? С тем, что объективно в некоторых домах и хотят собственники, и есть возможность установить трубы из полимерных материалов. Но при этом сама установка, регулирующая его устройство, автоматики так называемой, она исключена из этого перечня. Вот здесь мы видим, другими словами, если поставят полипропилен, но не поставят автоматику, трубы не прослужат долго. А если поставят автоматику, тогда это будет нецелевое финансирование средств. Вот чтобы это исправить, уже подготовлено письмо в адрес Министра энергетики о том, чтобы он рассмотрел вопрос по внесению изменений в законной системе капремонта. Чтобы вернуть туда эти работы. Александр Александрович, это очень разумно, и мы об этом уже с вами разговаривали, что нужно возвращать эти виды работ, выносить. И также у нас ушло утепление фасада из перечня, только есть... А вот все-таки это энергоэффективное мероприятие, которое позволит в дальнейшем и дому комфортно жить, жителям проживать комфортно в этом доме. Нет, мы понимаем, что старение потеряло, что происходит. А, ясненько. Давайте я сейчас все уточню и вам перезвоню, хорошо? Ольга Капитонова, будьте добры. А вы сэндрой работаете или сэндрой? Ага, все, Наталья, я тогда уточню, все, вам перезвоню. Сейчас, одну секундочку. Ольга Капитонова, выключите звук у себя, пожалуйста, мы вас все слышим. Спасибо. Хорошо. Хотелось бы дальше слово передать фонду капитального ремонта Самарской области представителю. У нас сейчас, как я сказал ранее, изменение в постановлении правительства номер 18 о том, что как раз и возможно проведение энергоэффективных мероприятий на тех спецсчетах, которые открыты при фонде капитального ремонта. Надеюсь, что сейчас представитель нам расскажет все плюсы и минусы, скажем так, совместно с Государственной жилищной инспекцией. Как все-таки лучше поступить, где? Наука, либо при фонде капитального ремонта открывать специальный счет. Потому что был большим минусом и пошла большая тенденция открытия специальных счетов при управляющих компаниях. При ТСЖ нам понятно, мы открываем там при ТСЖ, тут уже вроде одна история. При управляющих компаниях большинство жителей стали открывать спецсчета, потому что открытые спецсчета при фонде капитального ремонта не проходили в программу по энергоэффективности. До следующего года с теми поправками, которые мы уже знаем должны вступить в силу с 1 января, эта проблема исключается. И в принципе фонд при спецсчетах при фонде можно проводить энергоэффективные мероприятия и подавать на возмещение, про возмещение чуть скажу, до 80% потраченных денежных средств и максимально до 5 миллионов. Фонд капитального ремонта Самарской области. Слушаем вас. Всем здравствуйте. Слышно? Да, хорошо слышно. Замечательно. Да, на самом деле очень много желающих поучаствовать в программе энергоэффективности, сделать энергоэффективный ремонт и соответственно поучаствовать в субсидии. Но, к сожалению, такой возможности не было у людей. Но вот, слава тебе, Господи, вопрос решился и теперь они смогут участвовать с будущего года. Энергоэффективный ремонт, конечно, дает очень большой плюс многоквартирным домам, а тем более еще при дальнейшей тенденции еще и возместить денежные средства. А пока в рамках энергоэффективного ремонта у нас проводилось остекление подъездов, то есть замена оконных конструкций с деревянных на пластиковые. Значит, это вот и было. Это входит в состав работа по капитальному ремонту фасада. Ну, что, давайте, наверное, поговорим о том, о формировании фонда капремонта на специальном счете рекоператора и формировании фонда капитального ремонта на управляющей компанией, да, с какими проблемами мы сталкиваемся и, собственно, какие плюсы и минусы. Как рассказал Александр Александрович, то есть, в принципе, всю процедуру перехода, я думаю, что она, в общем-то, ясна и понятна, да, что это у нас решается общим собранием собственников помещений. Значит, более 50% голосов принимается решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете. Собственно, это может быть, спецсчет открыт, и, опять же таки, повторюсь, на рекоператоре и на управляющей компании. В чем плюс формирование фонда капремонта на специальном счете регионального оператора? Значит, в каждом доме у нас есть инициативная группа людей, которые действительно хочут заниматься обслуживанием своего дома и, скажем так, доводить его до ума, да, и из дома делать конфетку. Вот, соответственно, специальный счет может быть открыт только на юридическое лицо, и в данном случае региональный оператор, он представляет такую возможность и номинально открывает специальный счет на себя, и, соответственно, бороздоправление, и, скажем так, весь ремонт передает собственникам помещение. Все собственники несут солидарную ответственность в рамках исполнения капитального ремонта. Соответственно, капитальный ремонт у нас может быть только по тем направлениям, которые предусмотрены региональной программой. И, соответственно, здесь есть лояльность в том плане, что региональная программа была немного пересмотрена, и более свеженькие дома отнесены на более поздний срок, но, к сожалению, в ремонте они нуждаются. Поэтому, соответственно, люди, общим собранием, также собственников помещений, только здесь уже не 51%, а более 2 трети голосов, то есть должно присутствовать не менее 67% от общего числа, от общих квадратных метров жилой площади в доме. Соответственно, принимается решение о раннем проведении того или иного капитального ремонта. То есть, соответственно, прекрасно люди меняют инженерку, утепляют торцы, утепляют фасады, меняют крыши, то есть действительно занимаются обслуживанием своего дома. Находясь на общем счете регионального оператора, фонд оставляет за собой обязанность по выставлению и доставке платежных документов. Причем это все идет на безвозмездной основе, совершенно бесплатно для собственников. То есть здесь на них никакой, скажем так, дополнительной финансовой нагрузки на их плечи не ложится. Соответственно, на общем собрании собственников у нас выбирается уполномоченный представитель, который, собственно, от лица всех собственников представляет интересы в фонде, соответственно, представляет документы и, собственно, с кем мы ведем непосредственную работу. Также фондом проводится двойной контроль поданной документации, то есть, соответственно, это контролируется и департаментом управления специальными счетами. Далее документы, когда далее идут на оплату, контролируется Министерством управления финансовом Самарской области, соответственно, дальше контролируется кредитной организацией. Вот. Ну и, собственно, говорим о том, что, да, о проведении капитального ремонта, когда это происходит на специальных счетах, то есть мы в первую очередь отслеживаем, какой первоочередной вид ремонта назначен по региональной программе, соответственно, какие пожелания собственников. И уже в этом плане мы регулируем, как же им правильно поступить, то есть, соответственно, как же правильно им израсходовать денежные средства. Соответственно, четкий контроль ведется по денежным средствам, потому что мы все равно ориентируемся на предельную стоимость, та, которая назначена у нас, вот, в рамках проведения капитального ремонта. Соответственно, смотрим накопление, то есть ограничений при переходе на специальный счет с общего счета регионального оператора на данный момент нет. То есть это только лишь общее желание собственников. Но при всем при этом мы четко должны понимать, а в первую очередь собственники должны понимать, какой объем денежных средств они накопили за этот период времени, и, соответственно, какие работы они могут провести, так как все назначенные работы региональной программы за весь, точнее, назначенный период должен быть проведен. Столкнулись с проблемой, когда многоквартирные дома у нас уходят в управляющие компании. Соответственно, управляющие компании на свое усмотрение порой бывает проводят капитальный ремонт не в тех объемах и не в тех денежных средствах. И, соответственно, когда подходит уже, скажем так, исполнение, год назначенный, да, по рег программе по исполнению того или иного ремонта. Пропало. Пропал фонд. Наверное, со связью сейчас подключится. Единственное, хотел бы продолжить. Пока у нас коллега из фонда капитального ремонта будет подключаться, мы должны понимать, что все денежные средства, накопленные нами ранее, в общем котле, с 2014 года, при принятом решении, при переходе на спецсчет, в течение года, как сказали раньше коллега, вступила норма в силу, через год все поступят на спецсчет, на ваш. Ровно столько, сколько было оплачено жителями данного многоквартирного дома. Это один из частых вопросов. Не пропадут ли какие-то куда-то деньги? Нет. 100% в полном объеме. Как мы услышали сейчас из выступления фонда капитального ремонта, они также помогают работой с квитанциями, выставление квитанции ежемесячно. Это достаточно хорошая помощь собственникам помещения. Если же все-таки решение, вы будете принимать открытие спецсчета при управляющей компании, здесь тоже нужно думать, какая управляющая компания? Добросовестная? Да, это лучше, это можно сделать. Недобросовестная? В данном случае, конечно же, доверие денежных средств не может быть, хотя спецсчет защищен. И туда просто так управляющая компания взять денежные средства и снять, направить на какие-то другие виды работы или что-то другое не может. Но все-таки тенденция роста к управляющим компаниям открытия есть, добросовестные управляющие компании на территории Самарской области есть, и здесь жителям нужно принимать это время самостоятельно, вместе, сообща, подумать. Вот я хотел бы сказать, что в Коалификационном центре при Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, революционной, 107, разработаны все необходимые материалы для того, чтобы, если вы задумались о проведении общего собрания, например, вот короткая ашурка, как открыть специальный счет. Вот пять шагов расписано четко, с кворумом, как это нужно сделать. Ничего выдумывать не нужно. Если вы хотите поучаствовать в энергоэффективных мероприятиях, тоже в брошюре, изготовленных достаточно, даже могу сказать, большим тиражом в Коалификационном центре, все это описано. Ну и также специалистам мы готовы вам дать всегда поддержку комментарий по ряду вопросов. В принципе, нужна инициатива. Сложности, как таковой, уже нету. Вы, как видели из выступления Государственной жилищной инспекции, тенденция к открытии специальных счетов растет. Законодатель нам дал альтернативу. Если вы не готовы ждать тех сроков, которые определены программой, вы вправе открыть специальный счет, если вы готовы к этому, если ваши отчисления в капитальный ремонт достаточно для того, чтобы вы сами смогли на своем доме провести работы капитального характера. Если же дом маленький собирает небольшое количество денежных средств на капитальный ремонт, и он находится не так далеко все-таки в списке по программе, то здесь нужно задуматься, имеет ли смысл вообще уходить на спецсчет. Как я сказал ранее, каждый объект индивидуален. И подумать, прежде чем такие серьезные действия, как переход на спецсчет, куда переходить, что сделать, нужно предварительно хорошо подумать, узнать всю необходимую информацию. фонд капитального ремонта у нас вернулся. Фонд капитального ремонта появился у нас на связи, да? Да, прошу прощения. Какое-то... Даю вам слово дальше. Спасибо. Тут ничего не сделаешь, да. Давайте, фонд капитального ремонта. Я вас единственное прошу, вот смотрите, можно я войду вот в этот разговор, да? Люди задают вопрос. Вот мы выбрали фонд капитального ремонта, да? Значит, что дальше будет? Кто будет квитанции нам присылать? Кто будет работать с должниками? Какие вопросы, как мы будем решать? Вот, если можно, вот чисто практические вопросы, которые интересуют жителей. Потому что, вот, и все, это понятно. Нам нужна конкретика. Управляющая компания, если открыла счет, да, то она говорит, уважаемые жители, собственники, да, мы открыли вам счет, обслуживание счета за ваши деньги. То есть, это дополнительно расходы. Это будет стоить столько-столько. Вы готовы к этому? Они же об этом не говорят. Они выставляют все по счету, по факту. Как в фонде происходит это? Значит, в продолжение своего разговора, ну, начну с того, что, да, опять же таки, переход на специальный счет у нас происходит в рамках поданного протокола общего собрания собственников. Значит, на собрании собственники как раз таки должны определиться, в какой кредитной организации они будут открывать данный специальный счет. Как сказал Сан Саныч, да, у нас есть шесть кредитных организаций, которые соответствуют условиям жилищного кодекса, в которых можно открыть специальный счет. по желанию собственников фонд капитального ремонта САМ, если это выбрано, именно, что спецсчет под управлением регионального оператора, то есть региональный оператор подает документы на открытие счета, открывает специальный счет, в пятидневный срок после открытия специального счета денежные средства с общего котла поступают на специальный счет данного дома. Соответственно, все вопросы, связанные с предоставлением отчетности в органы государственного жилищного надзора, да, они остаются за фондом. Соответственно, отчеты, о которых говорил Сан Саныч, которые сейчас стали квартальные, ежеквартальные, это тоже делает фонд о начисленных средствах собственников, о собранных средствах, о задолженности собственников, соответственно, о проведенном капитальном ремонте с предоставлением документов и так далее. То есть все это ведет региональный оператор. Опять же повторюсь, что за региональным оператором остается обязанность по выставлению платежных документов, по донесению платежных документов и по учету денежных средств, оплаченных собственниками на специальные счета. Здесь же есть один большой плюс, когда собственник приходит оплачивать квитанцию за капитальный ремонт в ту или иную кассу, кредитную организацию и так далее. То есть квитанция, данный платеж оплачивается без комиссионного сбора. По той причине, что комиссионный сбор, он возвращается нам субсидийно за счет субсидий от Министерства энергетики и ЖКХ и соответственно распределяется в котловой фонд и также на специальные счета. То есть, собственно, у жителей нету, опять же таки, никакой дополнительной финансовой нагрузки. Извините, я перебью, да, чтобы было понятно. Ну, если что, перебивать. Конечно, конечно, да. То есть, если открыли спецсчет в коде капитального ремонта, то дополнительно никаких расходов собственники не несут. Правильно я понял? Да, в данном случае правильно, если только исключением является условие ведения специального счета в кредитной организации. На данный момент, значит, в принципе все, ну почти все кредитные организации предоставляют условия по ведению специального счета абсолютно бесплатным. То есть, никакого РКО в заведении счета не взымается, кроме наш ПАО Сбербанком. Только предоставляют услуги с расчетно-кассовым обслуживанием в размере 400 рублей в месяц. Ну а соответственно, также Сбербанком, собственно, есть и такой, скажем, способ урегулирования. На те счета, по которым они взымают РКО, они предоставляют проценты на остаток денежных средств, и, соответственно, это РКО, ну в какой-то части покрывается. Значит, если у нас присутствует расчетно-кассовое обслуживание при ведении специального счета, то собственники по большому счету обязаны обеспечить данное расчетно-кассовое обслуживание по этому счету. То есть, ну а хочу сказать так, что на сегодняшний момент у нас не технически не предусмотрено дополнительное выставление тех двух-трех рублей, которые бы покрывали, потому что все денежные средства, которые поступают от собственников, они являются взносами. Поэтому, ну вот, к сожалению, на сегодняшний момент мы действуем в такой ситуации именно так, что когда у нас дом переходит со специального счета нашего, там, допустим, на специальный счет управляющей компании, то мы, соответственно, даем полную разблюдовку счета и показываем, сколько же на этом счете было собрано денежных средств в качестве взносов, сколько на этом счете было собрано денежных средств в качестве процентов начисленных банков, и, соответственно, какое комиссионное вознаграждение было оплачено банку за ведение счета. Вот это вот, конечно, присутствует только в одном единственном банке, и это присутствует в Сбербанке. Все остальные кредитные организации обслуживают специальные счета, да, бесплатно. То есть, правильно я вас понял, да, никаких дополнительных расходов собственники за Сбербанк? Я почему такие вопросы задаю, да, потому что я рекомендую в основном собственникам открывать специальные счета в фонде питательного ремонта. Почему? Это доставка платежных документов, да, это ответственность фонда, это вот то, что они не будут нести каких-то дополнительных расходов. Да, да, все равно. Да, в отличие от управляющей компании, где не все так гладко, будем говорить, да, его могут возникнуть проблемы. И плюс, когда идет смена управляющей компании, да, собственникам не нравится управляющая компания, они сменили ее. Как быть со спецсчетом? Его тоже надо. Естественно, да, его тоже нужно менять. Его тоже нужно переносить, да. Поэтому вот здесь вот... Конечно, да, формирование фонда капитального ремонта – это надежность. Надежность и открытость информационная от фонда капитального ремонта в том плане, что по любому запросу собственника, любого жителя, да, в данном МКД, мы можем предоставить информацию, точнее, при предоставлении свидетельства о праве собственности помещения, находящиеся в данном МКД, мы можем собственнику предоставить информацию о том, сколько же денежных средств скоплено в общем объеме, сколько денежных средств, точнее, какое начисление было по дому, соответственно, какая задолженность и процент собираемости. Вся информация открыта, это любой собственник может узнать. А уполномоченный представитель, который выбран собственниками на общем собрании, соответственно, получает уже более детальную информацию в разрезе лицевых счетов. Соответственно, люди уже действительно как бы научились и поняли специфику, вот, поэтому там раз в месяц, раз, два или раз в квартал они заказывают такой оборот на сальдовую ведомость, в основном это старшие по домам и, соответственно, проводят аналитику, что происходит, как происходит. То есть, если планируется ремонт, они каким-то образом пытаются повлиять на повышение собираемости, то есть, на закрытие долгов собственниками за свои помещения и так далее. То есть, ремонт мы хотим все, но за ремонт нужно платить. Так, Юля, еще вопрос. А работа с должниками? Вот, к сожалению, работу с должниками, находясь на специальном счете даже под управлением регионального оператора, у нас осуществляют сами собственники. В данном случае, ну, как у нас сложилась практика, этим занимаются старшие по домам, то есть, соответственно, опять же, беря те же самые оборотно-сальдовые ведомости, составляют списки и проводят претензионно-исковую работу. Совсем, скажем так, может быть, даже где-то с полгода назад у нас началась такая тенденция о том, что те собственники, которые являются неплательщиками взноса на капитальный ремонт, в том числе являются неплательщиками взноса за коммунальные услуги. Поэтому старшие организованно, скажем так, ставят свою работу вместе с управляющей компанией. То есть управляющая компания подает исковые заявления в суд, где включает в состав задолженность за коммунальные услуги, соответственно, задолженность по капитальному ремонту. После того, как, значит, взыскание с должника производится, управляющая компания те средства, которые были исковым заявлением направлены в суд, в этом же размере перечисляют на специальный счет, то есть это как покрытие задолженности по лицевому счету такого-то, от абонента такого-то. В чем, собственно, проблема взыскания как раз-таки задолженности на специальном счете? В том, что у фонда, к сожалению, у нас нет ресурсов для того, чтобы оплатить госпошлину при подаче искового заявления. И вот, к сожалению, только этим все и осложняется, потому что, ну, к сожалению, у нас нет ни субсидийных каких-то, да, дотации фонда именно на специальные счета. Вот, поэтому не имея такой возможности, к сожалению, это все перекладывается на плечи собственников. Вот, но со своей стороны, естественно, это тоже как бы решаемо, да, в плане того, что госпошлина, она может быть возвращена, соответственно, из СУ. В качестве предложения, коллеги, достаточно многие обращаются уже у тех, у кого открыты специальные счета, помочь претензию составить первоначальный этап по работе с должником, исковое заявление. Предлагаю к коллекционному центру мне вместе с фондом капитального ремонта для простоты этой работы формы документов, претензии искового заявления по взысканию с должниками. Это несложные документы, которые мы можем предоставить, разместить и по запросу жителям давать. И, в принципе, этот вопрос, ну, немножко меньше уже такой будет их касаться, каким образом составить претензию, каким образом составить... Это будет прекрасно. Это будет прекрасно. Мы сможем это вместе, коллеги, сделать для всех жителей Самарской области, и у нас это не будет очень много потраченного времени, разместим на всех источниках, пусть люди пользуются. Да, замечательно. И как сказал представитель, вот у нас сейчас фонда, о том, что каждый собственник вправе обратиться при предоставлении документов о том, что он является собственником данного жилого помещения в данном квартирном доме, вот я бы рекомендовал это сделать на первом этапе, предварительно. Когда вы только начинаете задумываться вообще об открытии специального счета, должны попросить эту информацию понять, а есть ли смысл в открытии специального счета, либо все-таки ремонт, который предусмотренным сроком из котла, он все-таки более осязаем и более близок, когда и сколько накопили денежных средств. Потому что перейдет дом на спецсчет, дальше с должниками придется работать уже непосредственно с собственником. Но есть и хорошая тенденция. При переходе на специальных счетах, жители понимают, что эти денежные средства у них вот рядышком, они здесь аккумулируются, они могут с ними распоряжаться каким-то образом, но только на те пункты капитального ремонта. То есть здесь платежная дисциплина растет. И такие вот моменты есть. Вот в таком вот ключе, наверное, Виктор Иванович, вот хотелось бы по поводу фонда капитального ремонта. У меня сейчас, как раньше я рекомендовал, как продвижение энергоэффективного капитального ремонта на управляющих компаний. Но, к сожалению, есть ряд управляющих компаний, которые такое хорошее начинание, как бывает часто, сделали не очень хорошим. Мягко скажу вот так. Сейчас же, в связи с тем, что постановление правительства номер 18, о котором я говорил ранее, оно расширяется, изменения поправки выносятся. И спецсчет, возможно, как раз энергоэффективное мероприятие на спецсчете при фонде капитального ремонта. Ну, здесь, конечно, та поддержка, оказываем фонду капитального ремонта в квитанциях, а это немаловажно. Это большие силы, большие затраты. Мы сколько знаем, что в управляющей компании при установлении квитанции там по ряду жилищных услуг-то вопросы возникают. А если туда еще и капитальный ремонт, нужно грамотно подумать перед тем, куда и как действовать. Но всегда есть у нас жители альтернатива. Ждем, согласно программы. Фонд ее делает разумной. Он может сейчас написать, все в 30-м году, всем в 25-м году выполним. Но они от финансов отталкиваются, от тех сборов, которые сейчас есть. Рассчитывают и так далее. Да, мы где-то недовольны тем, что наши дома очень далеко ушли при пересмотре. У нас были вопросы, мы задавали органы местного самоуправления, когда формировалась эта программа. Вы же на основе их данных брали, когда потом внесились изменения. Но вопросы есть, конечно, к срокам. Это не исключение. Но никто не хочет, кто ждать этого, может вправе открыть специальный счет. Вот, это не так много. Денежные средства все возвращаются на специальный счет, переходят на специальный счет в полном 100% объеме. Как-то так, Виктор Иванович. У меня... Хорошо, я думаю, это важно. На моем доме открыт специальный счет, я понимаю это. Давайте исходить из реальности, да, что интересует конкретно людей. Вот мы открыли спецсчет. У нас капитальный ремонт крыши в 35-м году. А нам нужно сейчас сделать инженерию. Как нам быть? Юля, ваш ответ. Открыли у вас спецсчет? Ну, в нашем случае, допустим, если мы говорим о том, что у нас капитальный ремонт назначен на 35-й год кровли, а действительно просто вот необходимо провести капитальный ремонт инженерных систем, опять же, общим собранием собственников, протоколом решается вопрос о проведении первоочередного вида ремонта и переносе срока на более ранний, то есть инженерных систем. Соответственно, мы тоже финансово отталкиваемся от того, сколько, значит, у нас в денежных средствах будет затраты, какие провезет дом на замену инженерных систем, соответственно, какие инженерные системы будут заменены, да, поведут ли они там замену коммуникации в подвале или только ли они заменят там ХВС, ХВС и так далее. То есть, ну, есть, скажем так, нюансы. Вот, поэтому рассчитывая из ежемесячной собираемости взносов, если действительно дом большой и у дома действительно хорошее, ну, скажем так, ежемесячное поступление и хорошее накопление, то, конечно же, пожалуйста, у вас есть возможность провести капитальный ремонт инженерных систем в срок намного ранее, чем он назначен по региональной программе. Вот, но к 35-му году, а то бишь, там, если 35-37, допустим, стоит кровля, ремонт кровли они обязаны обязательно провести. То есть, проведение в ранние сроки того или иного капитального ремонта не освобождает от ответственности в рамках проведения планового, который близлежащий назначенный. То есть, я правильно понял, да, вот мы слушали все, наверное, да, правильно я понял. А если у нас, допустим, в 35-м году кровля, если мы открыли спецсчет, через год получили деньги, мы можем через год уже начинать это, но до 35-го года мы кровлю должны отремонтировать. Да, 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 да. То есть, вы должны... Второе, ага, второе, извините, я, чтобы понятно было, какие вопросы сейчас пойдут, я просто опережаю, наверное, да? Нет, нет, ничего. А у нас на 35-й год кровля, а нам инженерию нужно, да? Никаких изменений в региональную программу не надо вносить. Если вы хотите на специальном счете сделать, скажем так, рокировочку чисто для себя, без изменения, без внесения в официально опубликованную региональную программу, то, соответственно, этого делать не нужно. Вы можете сделать, да, первоочередной вид ремонта инженерку, соответственно, а дальше уже пойти по плановому ремонту. Это не возбраняется, соответственно, это у нас и предусматривает как раз-таки раннее проведение тех или иных работ по капремонту. То есть, это не говорит о том, что если назначена крыша на 35-й год, мы можем ранее только крышу провести. Нет, соответственно, другие ремонтные работы мы тоже можем провести. Но крышу до 35-го бы тоже. Но крыша обязательно, да, то есть, конечно, находясь на... Это очень важно, понимаете? Очень важно, да, то есть, уйдя на специальный счет, то есть, мы действительно должны быть финансово грамотны и понимать, а сможем ли мы, а осилим ли мы, да, то есть, вот провести сейчас инженерку, а потом накопить и в назначенный срок провести кровлю. Потому что исполнение, да, региональной программы нам никто не отменит и, соответственно, видоремонта не заменит. Поэтому, то есть, должен быть четкий расчет и финансово грамотный подход к этому, к этому делу. Спасибо, спасибо, Юрий. Я думаю, если есть вопросы с территорий, да, от участников нашего вебинара, мы готовы, наверное, ответить. Я написал в чате, ГЖИ у нас отпросил, что у него мероприятие, но я оставил номер телефона его, Александр Александрович, кому интересно, посмотрите, и если касается вопрос ГЖИ, потом ему перезвоните. Сразу скажу, что запись ведется и запись будет выложена на YouTube-канале Квалификационного центра ЖКК «Энергетик». Это о том, что могут посмотреть еще достаточно много людей этот наш вебинар. Если есть вопросы, уважаемые коллеги, фонд капитального ремонта на связи готов ответить на любой вопрос. Либо в чате, либо так подключайтесь. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Иван, я старший по дому. Соответственно, у меня вопрос. Вот если на спецсчет мы выходим, и мы сейчас находимся в общем котле, соответственно, мы сейчас думаем, наш дом думает о переходе на спецсчет, потому что по плановым ремонтам наш дом стоит после чемпионата, перенесли с 20 какого-то года на 40 какой-то год, а ждать уже смысла нет. Соответственно, наш дом достаточно старый, уже 45 лет точно ему есть. Соответственно, у меня вопрос. Смотрите, мы хотим делать инженерку после перехода на спецсчет, но, например, замена всех стояков канализации будет, ну, я не знаю сколько, например, 10 миллионов. А у нас на спецсчете будет на тот момент, ну, допустим, 3 миллиона. Мы можем начать частично тратить средства на замену, например, у нас в доме там 10, допустим, стояков. Например, 2-3 стояка заменить, а потом последующие дальше менять. Или мы должны только целиком менять все, когда находим деньги. Значит, смотрите, опять же-таки, находясь на спецсчете, да, у нас лояльное законодательство в этом плане, то есть вы можете работу проводить поэтапно. Что говорит о поэтапности? Это не говорит, что мы должны их разделить там на квартала, да, а это говорит о том, что вы можете растянуть их на несколько лет, и то бишь инженерку в вашем доме полностью заменить в течение пяти ближайших лет. То есть сейчас вы, допустим, подаете протокол на переход на спецсчет. Соответственно, с даты подачи протокола фонд капитального ремонта мы начинаем отсчет одного года. Через год вступает в силу ваше решение, фонд открывает для вас специальный счет, буквально там, прям вот в двух, в трехдневный срок, а может быть даже бывает такое, что мы уже подготавливаемся, если у нас нету никаких «но» за этот год и собственники не передумали, то накануне вступления решения в силу мы открываем специальный счет, соответственно, решение в силу вступило, денежные средства перечисляются на ваш специальный счет. Вы выходите на общее собрание. Собственно, я просто хочу рассказать всю последовательность, так, чтобы для вас было понятно, да, и ясно, то есть вы выходите на общее собрание собственников, а за этот год, пока вы ждете, скажем так, вступления в силу решения, вы же можете аналитическую, да, какую-то работу провести, пригласить несколько подрядных организаций, попросить несколько коммерческих предложений и, соответственно, выбрать на себя уже более выгодный результат, тот, который, ну, скажем так, для вас будет примемлен, примемлен, ну, и отчасти даже, может быть, скажем так, к какому подрядчику у вас будет расположена душа, кто войдет в доверие. Вот, соответственно, с подрядной организацией вы можете заключить договор, допустим, первого этапа, и, допустим, вот на будущий год, в 2021 году, вы можете заменить инженерку в первом подъезде, соответственно, исходя из того количества денежных средств, которые вы накопили за эти шесть лет и которые перейдут к вам на специальный счет. А возможно, что у вас денежных средств хватит на два или на три подъезда, соответственно, из-за общей массы вы смотрите, то есть какой объем ремонта вы можете выполнить, заключаете с подрядной организацией договор, выполняете эти ремонтные работы, если у вас остался один подъезд невыполнен, то, соответственно, вы в течение года, в течение зимы, да, следующий копите денежные средства, и на будущий год с той же подрядной организацией, или, может быть, у вас уже будет какая-то другая подрядная организация, более, допустим, интересна для вас в ценовом диапазоне, заключается договор на проведение капитального ремонта четвертого подъезда. Соответственно, вот в двухгодичный срок или в трехгодичный срок вы инженерку меняете. Далее смотрите, если мы говорим о том, что у вас там на 40, там, да, какой-то год у вас инженерка, то есть, соответственно, до этого года еще далеко, вы по своей собираемости смотрите и заходите на капитальный ремонт инженерных систем в подвале, да, так, чтобы уж у нас, если все это и работало, то было заменено в целом. Вот, то есть здесь основное правило, опять же, как я говорила, да, мы смотрим на вашу собираемость и стараемся повысить собираемость за счет погашения долгов по капитальному ремонту и все-таки как-то вот собственников направлять на то, что все-таки взнос надо платить ежемесячно, потому что от этого будет зависеть на проведение дальнейшего ремонта. С точки зрения практики скажу вам следующее, что, например, на данный момент у нас есть такие договорные обязательства, при которых собственники выполнили ремонтные работы полностью, там, да, скажем, ну, допустим, ХВС, ГВС полностью заменили в четырех подъездах, но денежных средств на специальном счете было недостаточно для того, чтобы стопроцентно закрыть договор. Подрядные организации идут на встречу и, соответственно, предоставляют беспроцентную расстрочку. То бишь мы предусматриваем договором о том, что, значит, денежные средства при сдаче КС-2, КС-3, да, закрываются в таком-то объеме, потому что мы уже знаем, какой этот объем денежных средств у нас будет на специальном счете. А далее, допустим, мы составляем, ну, не мы, а старшие, да, те уполномоченные представители, которые заключают договор с собственниками, они относительно собираемости смотрят и составляют график закрытия задолженности. То есть такое у нас тоже присутствует. При этом как бы и дом получил полностью ремонт, и, соответственно, впоследствии я уже регулирую, скажем так, те моменты закрытия вот этой вот задолженности ежемесячной. То есть мы подрядчику, ну, то есть самостоятельно с вашего распоряжения закрываем эту задолженность. Как только задолженность закрыта, мы вас оповещаем, что в рамках контракта или там договора такого-то ваша обязанность исполнена, все. Замечательно, можете копить дальше и переходить к другому виду ремонта. Достаточно понятно? Правильно я понял. У нас по плану на 40 какой-то год стоит ремонт кровли на крыше. Соответственно, мы к этому году, находясь даже на спецсчете и заменив инженерию, должны к этому году по плану сделать еще ремонт кровли. Правильно я понял? Верно, 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 да. Понятно, спасибо. Пожалуйста. В дополнение, если позволите, коллеги, хотел бы сказать, с учетом изменения и открытия специального счета, можно в банках поинтересоваться про условия кредитования специальных счетов. Вот, как сказал у меня сейчас коллега с фонда капитального ремонта, что и подрядчики идут вперед, немножко делают, успевают, и потом при поступлении денежных средств им возвращаются. Сейчас же, прошу прощения, условия кредитования с учетом введения изменений поменялись, и здесь не лишним было бы, ну, для всестороннего изучения этого вопроса, после того, как открывается специальный счет, понимать условия в банке под кредитование специальных счетов. Потому что сейчас такая, в дальнейшем будет, этот процесс будет только набирать обороты, и нужно все внимательно подумать, посчитать. Может быть, нужно взять какой-то небольшой кредит, но это будет выгоднее по причине того, что инженерия установит сейчас, установлены будут узлы учета. Возможно, вы поучаствуете в программе по возмещению, а возмещение это у нас как раз в большинстве случаев со 100% вероятностью проходит по замене инженерных систем. В здании это самый такой проходной вид работы. И хотел бы только единственное обратить внимание на сказанные ранее слова Александру Александровичу Хованову по поводу того, что все-таки на сколько этапов желательно разбивать в целом дом. Желательно, как мы услышали, не более трех раз. Государственная жилищная инспекция за этим начинает более внимательно уже смотреть. Где-то в начале это может быть меньше было внимания, сейчас все больше и больше внимания с учетом перехода средств на специальный счет. Вот это все нужно осмысливать, понимать, и все получится при открытии. Дом будет только комфортно в нем проживать, люди будут довольны, меньше напряжения будет в доме. Это все вот эти плюсы после того, как вот эту процедуру глубоко понимаешь и делаешь спокойно. Ну, опять же, можно я добавлю, прошу прощения. Опять же, хочется еще добавить, что есть еще и текущие средства, правильно, которые дом собирает, которые собирает управляющая компания, занимающаяся управлением дома. В том числе есть совместные договора на проведение капитального ремонта. Это в рамках текущих средств и в рамках средств, собранных на капитальный ремонт. То есть за счет текущих средств можно, допустим, закупить материал, а за счет средств капитального ремонта можно заплатить за услуги подрядной организации. То есть, соответственно, как бы реализаций много и вариантов развития тоже много, поэтому, да, о текущем ремонте не забываем, что мы также ежемесячно оплачиваем этот текущий ремонт, и что эти денежные средства мы также можем применить. И, соответственно, когда у нас есть два источника финансирования, мы можем уже рассчитывать на что-то более грандиозное в рамках проведения ремонта. Согласен, полностью с вами согласен, что вариантов проведения капитального ремонта у нас много. И жители должны сами решать. Либо, если не готовы к инициативам, если дом не инициативный, не готовы распоряжаться сами уже денежными средствами, сидим, ждем программы, когда придет какой-то подрядчик, кто-то придет делать в нашем доме. Есть инициатива в доме, есть совет дома, созданный в данном доме, поддержка есть этого совета. Можно сделать все для того, чтобы проживать в комфортных, безопасных условиях в своем доме. Все верно. Коллеги, больше часа мы уже работаем, и мне сегодня очень понравилось наше мероприятие с коллегами из Фонда капитального ремонта из Государственной жилищной инспекции. Я думаю, что мое мнение жители поддержат, которые сегодня или потом в записи посмотрят, потому что раскрыто то, что ранее в других вебинарах не раскрывалось. То, что можно использовать и текущий, и капитальный ремонт в том числе вместе. Мы знали об этом, мы предполагали, но вот я думаю, что сейчас будет больше все-таки движений в этом. Я очень рад, что все-таки, опять же, возвращаясь к поправкам в 18-е постановление, что энергоэффективные мероприятия можно относить на те спецсчета, которые открыты при Фонде капитального ремонта. Все-таки здесь надежность более высокого уровня. К сожалению, той надежности управляющие компании еще не добились. Не все, как по крайней мере, но они тоже подрастают, они тоже становятся добросовестными и будут уже большими конкурентами Фонды капитального ремонта. Игорь Анатольевич, давайте я так, судя по тому, что вы никак не наговорите, да, и в Фонде есть что сказать многое, и вам есть что сказать. Я думаю, что это у нас не последний вебинар. Мы не дали, к сожалению, много говорить нашим слушателям. Значит, я оставил в групповом чате, да, номер, вернее, номер телефона ГЖИ, я говорил, да, и оставил электронную почту, свою почту электронную. Это почта нашего квалификационного центра. Если у кого какие-то вопросы будут, какие-то обращения, что-то вам непонятно, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы через Игоря Анатольевича, через июль, вот Фонд капитального ремонта Сан-Саныча, да, ГЖИ, готовы будем оказать всяческую помощь, любую консультационную помощь, касающуюся открытия спецсчетов, вообще капитального ремонта. То есть мы готовы к этой работе. У нас достаточно много возможностей, поэтому по любому вопросу мы готовы будем ответить. Поэтому, еще раз повторю, это все мы записываем, все это будет демонстрироваться. Я надеюсь, что многие еще увидят эту передачу, и это наше сегодняшнее мероприятие идет на пользу. Но, еще раз покерпываю, это не последнее, потому что чувствуется, что выговориться надо. И Фонду капитального ремонта надо довести до ума то, что они хотят. Управляющей компании им выгодно сейчас открывать счета у себя, потому что за счет этих средств капитального ремонта они могут привести дом в порядок и потом меньше вкладывать в него. Это тоже позиция, но это подход уже честный, управляющийся в компании. Будем так говорить. Добросовестно. Еще вопросы есть? Пожалуйста. А можно еще телефон ФКР? Фон капитального ремонта. Юля. Да, пожалуйста, записывайте. 212-02-27. 212-01-05. А добавочный? Добавочный мой 209. Вот это правильно, это самое главное. Юля. Да, 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 пожалуйста. Спасибо. Всегда рада помочь, звоните. Ну, я надеюсь, мы сейчас организуем эту вот тропинку фон капитального ремонта. Мы протопчем. К вам придут сейчас. И в том числе через эти вот вебинары, которые мы проводим. Еще у нас, коллеги. Есть еще вопросы? Если нет, то всем большое спасибо за участие. Я надеюсь, что мы продолжим эту работу. в любом случае решим многие из вопросов, которые касаются нашей думы. Спасибо всем за участие. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...